Уважаемые депутаты Государственной Думы, уважаемый Вячеслав Викторович, рад приветствовать всех вас в Кремле в день первого заседания Государственной Думы Российской Федерации. Думы восьмого созыва и поздравить, конечно, всех вас с началом её работы. И, конечно, с тем, что по итогам конкурентных, открытых выборов вы одержали победу. Отрадно, что состав парламента значительно обновился. Из 450 депутатов 218, почти половина, будут впервые работать в Государственной Думе. Но все вы, все без исключения, люди деятельные, неравнодушные, уже состоявшиеся, проявившие себя в политике, в общественном служении, в своей профессии. Такой вектор на обновление задала партия «Единая Россия». В её составе, в её фракции, которая сохранила конституционное большинство, 48,5%, тоже почти половина, это именно новые депутаты. Подтвердили высокое звание парламентских сил КПРФ, «Справедливая Россия», теперь заправда ещё, тоже хорошо, и ЛДПР. Свою фракцию сформировала и впервые избранная в Госдуму партия «Новые люди». Всё это доказывает, политическая система России развивается, отвечает на меняющиеся запросы общества, даёт возможность деятельным, целеустремлённым гражданам стать политиками федерального уровня. При этом немало вновь избранных депутатов уже не один созыв в Госдуме. И это очень важно для успешной, законотворческой, законодательной работы, развития лучших парламентских традиций. Это преемственность, безусловно, должна быть. Эти традиции, как известно, хранятся не в кабинетах, не в залах заседания, а людьми, которые создавали и приумножали эти традиции. Ваш опыт, безусловно, был востребован и в процессе подготовки нынешнего первнего заседания. Знаю, что этот достаточно короткий, но крайне важный ответственный период прошёл согласованно и плодотворно, как во фракции, так и в депутатских рабочих группах. В итоге сегодня оперативно были решены практически все ключевые организационные вопросы. Зарегистрированы фракции, закреплены в регламенте Думы комитеты и комиссии, определён их состав, председатели, избраны руководители палаты. Теперь можно уверенно приступать к насыщенной законодательной повестке. Уважаемые коллеги, Вы представляете все регионы, различные профессиональные, социальные сообщества. У каждой фракции своя партийная предвыборная программа. Но уверен, всех Вас объединяет стремление работать в интересах России ради её дальнейшего успешного развития, ради укрепления наших традиционных ценностей, которые обозначены в обновлённой Конституции, и, конечно, ради повышения благополучия и качества жизни людей. Именно благодаря их воле и доверию Вы получили свои депутатские мандаты. В этой поддержке нашего многонационального народа, который является единственным источником власти в стране, залог силы и авторитета Государственной Думы, её ответственности за страну, за каждое своё решение, рассчитывая, что Вы будете подтверждать этот высокий кредит доверия ежедневной, напряжённой, результативной работой. За каждым депутатом каждой фракции надежды конкретных людей, конкретных избирателей, Ваших избирателей. Их голос, наказы, предложения, даже если они представляют меньшинство, должны быть услышаны. Безусловно, Вы будете стремиться реализовывать и свои обещания, и программы партии, выдвигать законодательные инициативы. Очень важно, чтобы они были тесно увязаны, увязаны с нашими национальными целями развития, чтобы мы все действовали вместе ради общего блага. Вы сами видите, видели, что результат гораздо выше, когда мы объединяем административные, финансовые, общие ресурсы, причём от муниципалитетов и регионов до федерального уровня, до федерального центра. Результат получается для народа, для наших людей гораздо более ярким, положительным и ожидаемым. Да, конечно, разногласий в подходах, позициях, взглядах, конечно, не избежать. Это абсолютно нормально. Парламент – именно та площадка, где должны звучать разные мнения, и в дискуссиях, спорах открываться должна дорога с балансированным решением. Здесь огромное значение имеет конструктивный межфракционный диалог, широкое обсуждение ключевых вопросов с участием регионов, структур гражданского общества, постоянное рабочее взаимодействие с правительством Российской Федерации. Всё это необходимые условия и прочная основа для принятия качественных, востребованных, реально работающих законов. У нашей страны, а значит, у всех нас много общих, сложных вызовов. И, повторю, главный наш враг – угроза стабильного развития для демографического будущего. Это низкие доходы наших граждан, миллионов наших людей. В ближайшие годы нам необходимо сформировать целостную систему поддержки семьи с детьми, начиная с того момента, когда будущая мама ещё только ждёт появления малыша, и вплоть до окончания ребёнком школы. Вы знаете, мы эту программу, вот эту систему начали формировать. Действуем поэтапно, постепенно, обеспечивая каждый шаг возможностями безусловного финансирования. Вот так прошу действовать и дальше, и по другим вопросам. И, конечно, базовая задача – это повышение доходов граждан, создание рабочих мест во всех регионах страны, дальнейший рост экономики, изменение её структуры, поддержка высокотехнологичных отраслей, снятие барьеров, всё ещё ограничивающих развитие малого бизнеса, чтобы люди имели как можно больше возможностей для повышения благополучия и благосостояния своих семей. Особого внимания требуют острые проблемы в здравоохранении, образовании, в жилищной политике, экологии. Решения этих и многих, многих других задач в огромной степени зависят от эффективности деятельности Государственной Думы, высшего представительного органа власти страны. Поэтому так важно понимание каждой фракции и каждым депутатам своей высокой ответственности при подготовке и принятии законов. Одни из первых законопроектов, которые вам предстоит рассмотреть – федеральный бюджет и бюджеты внебюджетных фондов. В этих документах, представленных правительством, три, как минимум три ключевые приоритета – социальная политика, экономическое развитие и, конечно, здравоохранение. Крупнейшая бюджетная статья – социальная политика. А это прежде всего поддержка семьи с детьми, людей старших поколений. На три предстоящие года на эти направления предполагается выделить 41,5 триллиона рублей. На развитие экономики и поддержку в регионах – 15,1 триллиона. На здравоохранение – 10,9 триллиона рублей. Отмечу, что в законопроектах о федеральном бюджете и бюджетах внебюджетных фондов каждый второй рубль расходов направляется на реализацию социальной политики и на здравоохранение. На фоне пандемии и сложной ситуации в мировой экономике, и у нас ещё есть вопросы, да, она в целом восстановилась, как мы говорим, в целом, до кризисного уровня, но проблем ещё достаточно, в том числе инфляция. Инфляция в этом году превысит прогнозный уровень в 5,8%. Более высокая инфляция, конечно же, сильно бьёт по наименее обеспеченным группам населения. Мы должны это понимать, знать и соответствующим образом на это реагировать. Напомню в этой связи, что социальные выплаты, которые финансируются из федерального бюджета, должны быть в 2022 году проиндексированы по фактической инфляции. Обращаю внимание депутатов и правительства на достаточность средств в бюджете для реализации этих целей. Кроме того, сейчас в соответствии с законом только материнский капитал индексируется по прогнозной инфляции. Предлагаю уже с 2022 года также перейти на индексацию материнского капитала не по прогнозной, а по фактической инфляции за предыдущий год. Попрошу депутатов принять необходимые изменения в закон. Считаю, что такое решение будет правильным и справедливым. Мы всегда внимательно относимся к тем, кому нужна поддержка государства. В этом году мы осуществили единовременные выплаты пенсионерам и семьям, где растут школьники. Поручаю правительству в течение месяца представить дополнительные предложения по мерам социальной поддержки наших граждан. В условиях повышенной инфляции это востребовано. Рассмотрим такие предложения у меня на совещании в ближайшее время. Хочу также подчеркнуть, что партия «Единая Россия» шла на выборы с программой, которая была сформирована на основе предложений граждан из всех регионов нашей страны. Эти инициативы должны быть в полном объёме отражены в законопроекте о бюджете. А фракции, конечно же, нужно взять под свой контроль реализацию этих проектов, чтобы они были доведены до конкретного результата в обозначенные сроки. Что хотел бы ещё раз отметить. Воплощение в жизнь наших национальных целей, конструктивных, содержательных приоритетов, которые заявлены в программах парламентских фракций – это общая задача. Здесь требуется совместная, слаженная работа всех фракций. Рассчитываю, что так оно и будет на деле. И повторю, что деятельность Государственной Думы будет успешной только при стремлении депутатов к выработке решений, востребованных страной, обществом и гражданами. Пример такого подхода в ходе предварительной работы «Единая Россия» показала, у которой более двух третей мандатов, как известно, она могла бы претендовать на руководство большинства комитетов, как известно. Однако фракция продолжила традиции предыдущего созыва и при утверждении руководства комитетами предоставила возможность другим фракциям возглавить почти половину комитетов. Таким образом, было учтено мнение избирателей, ваших избирателей, уважаемые коллеги, проголосовавших за эти партии. А сами они получили дополнительные возможности для эффективной ответственной работы для того, чтобы исполнять наказы своих избирателей. Уважаемые коллеги, законодательный процесс требует вдумчивой профессиональной работы, учёта многих факторов, в том числе источников финансирования, а может быть, в первую очередь. И главное – знание, понимание, запросы насущных интересов и нужд людей, конечно. Поэтому со своими избирателями нужно постоянно поддерживать обратную связь, знать, что их волнует, с какими проблемами они сталкиваются в конкретной жизни, в ежедневном режиме. И обязательно приходить на помощь. Сейчас хочу обратиться к тем, кто впервые пришёл в парламент страны. Люди, которые работают здесь не первый созыв, знают об этом и так и делают. Что имею в виду? Основная работа, конечно, для всей Думы, для всех депутатов – это подготовка, создание, принятие законов. Законно-творческая работа. Это понятно, очевидно. Но для людей, для ваших избирателей, вы прежде всего народные избранники. Не забывайте об этом. И люди могут и будут обращаться к вам с самыми разными вопросами, даже, может быть, не входящими в вашу компетенцию. Но они надеются на вас и помнят о том, что пришли и проголосовали за вас. Прошу вас также всесторонне вникать, анализировать, как реализуются на местах наши общенациональные планы развития. Оперативно включаться, если нужна ваша поддержка. Все необходимые для этого полномочия у депутатов Государственной Думы России есть, в том числе в сфере парламентского контроля. Хотел бы сказать и о ситуации с коронавирусной инфекцией. Куда от неё деться сегодня? Борьба с ней продолжается. Вы знаете, что во многих регионах сейчас идёт рост заражения. В сложных условиях работают медицинские работники. Спасти людей от инфицирования, от тяжёлого течения болезни способна вакцинация. Мы с вами это хорошо знаем. Необходимо наращивать её темп. Я прошу вас принять самое активное участие в этой работе. Вести просветительскую работу. Выступать в средствах массовой информации. Люди вам доверяют и прислушиваются к советам и рекомендациям. Это очень важно. Без всяких окликов административно. Но нужно настойчиво и терпеливо работать с людьми, разъяснять им все преимущества, связанные с профилактикой этой опасной болезни. Уважаемые коллеги, в заключении ещё раз хотел бы подчеркнуть значимость преемственности в вашей деятельности. И в законотворческом процессе, и в умении выстраивать атмосферу доверия, взаимоуважения и сотрудничества. Открытость для общества, для граждан. Депутаты предыдущего, седьмого созыва, очень многое сделали для укрепления традиции российского парламентаризма, которому в этом году исполнилось 115 лет. Рассчитываю, что и ваш депутатский корпус не только сохранит лучшее в этом важнейшем историческом наследии, но и внесёт свой вклад в его развитие. Позвольте пожелать вам успехов в служении России и нашему народу. Всего вам доброго.